Мы вступили, товарищи, в новую еру развития нашей страны. Мы победители сегодня. Мы торжествующая партия, торжествующий народ, торжествующий рабочий класс. Но всем этим, товарищи, мы обязаны тем, кто организовал нашу партию, кто вёл её от победы к победу, кто провёл её через октябрьские дни, кто на полях гражданской войны защищал и защищал советскую власть и отстояло. Это мы обязаны товарищу Ленину, великому и величейших людей всех веков. В 30-м году. Его ученик, нам и всеми обожаемые, наш Сталин сказал следующее. Слезду партии. Только слепые не видят, что в психологии масс и в их отношении к труду произошёл громадный перелом, корнеизменивший облик наших заводов и фабрик. Самое замечательное соревнование состоит в том, что оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд. Ибо оно превращает труд из зазорного и тяжёлого времени, каким он считался раньше в дело чести, в дело славы, в дело доблести и героевства. Разве эти слова, сказанные в 30-м году, о том, что этих героев, которые здесь имеются, Стаханов, Юганов, Виноградов, Кузыкин и так далее, не оправдываются на их примерах? То есть, систематического роста производительности труда, как в области промышленности, так и в области сельского хозяйства, мы не можем разрешить задачи реконструкции. Не можем не только догнать и перегнать передовые капиталистические экраны, но даже отстоять своё самостоятельное существование. Поэтому проблема роста производительности труда имеет для нас первостепенное значение. Вот, товарищи, если взять теперь и сказать, что же сделали вот эти, товарищи? Они сделали не то, что там в два раза увеличили заботу угля, или там работают на несколько станков больше, и зарабатывают больше. Это всё есть, это всё хорошо. Но они именно дали нам то, без чего окончательная и бесповоротная победа социализма невозможно, как это утверждает товарищ Сталин и товарищ Ленин. На самом деле, если производительность труда не вырастает, если страна не становится богатой, сколько в какой же из него социализм? Разве социализм может быть на бедности, на нищете? Нет, никогда. Социализм может быть только тогда победит, когда становится полнокровной, богатой, могучей от этого становиться, когда всё население живёт так, как надо жить хорошему гражданину социалистической страны. Вот, мне кажется, в чём смысл работы товарища Стаханова и Стахановки. Мы вступили, вне всякого сомнения, в такую пору нашего развития, когда мы будем иметь возможность полностью, целиком, обеспечить наших граждан так, как нигде в мире. Мы создали огромнейшую промышленность. Мы построили в старой, бывшей, революционной России первоклассную индустрию. Это сделали наши хозяйственники, это сделали наши инженера, и товарищ Сталин наше разжёрнутое социалистическое строительство называл. Пафосом строительства, и потребовал от нас пафос освоения. Тяжёлая промышленность снабжает нашу красную армию всем необходимым для обороны страны. Мне кажется, я имею право заявить с этой трибуны товарищу Сталину, всему нашему центральному комитету, нашему Климу Ворошилову, что богатыри, которые опрокинули вверх ногами все буквально, что было старое и в нормах, и в учёных писаниях, эти богатыри дадут такие орудия, такие средства обороны страны, что разгромим буквально все, кто думает, оглянуться в наши страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok